Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV Довольно нестандартную ситуацию вы сейчас наблюдаете, наверное, да? Добрый день, доброе утро всем. Virtus.pro! Virtus.pro! Дверя не в себе медведя, Virtus.pro вперед в победе! Я сегодня топлю за Virtus.pro и это однозначно. Так, мы тебя включили, да, мы тебя включили. Все, отлично. И мы сейчас начинаем первый день европейской квалификации. У нас специальный гость. Как твои дела? Отлично. Что ты в Киеве делаешь? Я в Киеве. Ты приехал на квалификации на интернете? Да, я приехал помочь вам откомментировать первый день. Спасибо, Глеб. Это важно. Это ясно. Когда некоторые предатели ездят в Стокгольм и бухают там у дома, у Тугуда, мы не будем называть их ники Пупей Куроки. Мы не будем называть их ники, да. Климент и Куру Солей, с таксофона или как там? С таксофони. С таксофони. Ребят, начинается четырехдневный марафон веселья на европейских квалификациях. По мнению многих, самые интересные квалификации, по моему мнению, не очень. Самые интересные, по-моему, были в Азии. Ну, лично мне так... Азия или Китай? Азия. Нет, самое интересное сейчас. Ты думаешь? Думаю. Ты вообще смотрел квалификации? Чуть-чуть. Ну, типа, что понравилось, что не понравилось, какие матчи там смотрел, какие команды. Понравилось, когда Блэк на аксе. Ну, 3-22, да, когда закончил? 3-22. 3-22, да. Это было хорошо. Ну, а вообще, смотри, у вас определились соперники. Во-первых, North American Rejects. Ну, это хорошо. 1-4-3-7. Ну, в основном Брэкс-Брэкс, Брэкс-Брэкс. И Брэкс-Брэкс. Брэкс-Брэкс. Брэкс-Брэкс берет Брэмастера в мид, идет и унижает Дэнди. Я тоже возьму Брэмастера в мид. И пойдет в мид. Да. Я понял. Ладно, а эти Эрл? Стрела? Ну, я не видел их ни одной игры, к сожалению. Они очень-очень круто сыграли, и я думаю, соперник будет серьезный. Но они в DDZ хорошие, и очень мидеры один из лучших. Да, они в DDZ до сих пор, по-моему, топ-1, но он у нас по КДА во всех квалификациях абсолютно. Это серьезно, серьезно. И это у вас будут травлы с ними, да. Ну и ЛГД Гейминг, великая команда. ЛГД Гейминг? Да, ты любишь эту команду, да? Обожаю. Почему? Потому что там есть ЯООО. Ну да, ЯОО очень страшно. И DD, и DDZ. Ладно, мы будем говорить про команды дальше, параллельно. Я думаю, ты с нами посидишь, тут мальчик один покоментишь. Да, да, да. Я же думаю, ты не против. Я не против. Это самое главное. Ребят, 10 команд в европейской квалификации. Вот он, первый матч. Габлак, Йоу, БЗЗ, Седой и Соло. Их чудесные соперники Стресс, Хакон, Роджер, Лолик и Ямаха. Команду АВР представит Факер. Потрясающий состав игроков. Именитый легендарный СНГ игроки. Хакон. Кстати, Ямаха не в составе. Это ошибка, потому что Сёма Зе Слеер вместо Амахи. Ну вот, кстати, Сёма Зе Слеер, Стресс, Роджер, Хакон. По-моему, они сегодня играли с Ямахой. Я могу ошибаться. Ну ладно, это такое. У них еще Айдаж был какое-то время. Почему-то его сейчас нету. Кикнули. Кикнули. Ну, короче, они всех покикали. И остались только легенды в этом составе. Великий Сёма, великий... Лолик О. Лолик О. Да. Это любимый ник... Нет, это Лолик и О, я удивлен. Мне на это нечто позвали. О, Лолик. Это любимый ник, кстати, у НСа после Сталианера. Да? Да. Потому что Сталианер означает жеребец. Ага. А Лолик, ну просто крутой ник, по мнению Ярослава. Ну, Лолик смешной, наверное. Ну, наверное, да. Мы не знаем. Я лично не знаком, к сожалению, с Лоликом. Но я чувствую, что смешной. Какой? Да, так вот. Мы видим, что начался пик, и мы видим, что Габлак у нас на пике. И опять-таки Габлак, а не БЗЗ. Артурку вернули. Артур на троне! Не, мы вчера, кстати, общались с Магом и с Флаем, и они оба рассказывали, что Артурка, это такой капитан, который говорит, так, пацаны, чтобы пикнуть, чтобы пикнуть. Ему говорят, надо пикнуть. Он такой, заткнись, я возьму, что захочу, и так далее. Это так или нет? Ты с Артуром отыграл? Не знаю, так это или нет. Фанника не допускали к пикам просто. Ему просто брали Никса и сказали, иди ревейджируй. Я тогда играл на Бунфлетчере, соберись. А, на Бунфлетчере. Не, подожди, ты с Габлаком играл очень долгое время на Виспах разнообразных. Висп, Бэтрайдер, Бунфлетчер, дальше не помню. И Тинкер еще был в трипле. Когда? А, один раз, да. Ну, зато в Эмперии, в Эмперии? Против Нави, да. Не, я еще про Даррера говорил. Про Даррера, да, 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 да. Была такая команда. Те самые Даррера, где вы очень хорошо выступили, всем понравилось очень, как вы выступили. Нам особенно. Да, особенно вам, мне понравилось очень сильно, Бёрнинг очень сильно понравилось. Бёрнинг вообще красава. Бёрнинг до сих пор вспоминает, говорит, а кто такие фанник? А, это тот, что в Даррер играл. О, так клёвый был очень. Ну, я его потом на третьем, как говорится. Ну да, на третьем Интернешнале мстя его достигла. Я мстя его достигла. На самом деле мы с игроками Empire вчера разговаривали, они тренились против Rock's Quiz довольно часто, и они сказали, что когда был БЗЗ, вот у них был после StarLadder такой момент, что БЗЗ сидел на пике, у них было лучше, чем вот вернулся сейчас Габлак и стало всё опять очень плохо. В плане их тимплея, в плане стратегии и игр в целом. Поэтому посмотрим, как это всё будет сегодня. Да, очень интересно всё. Ну, вообще, если говорить по прогнозам. Бедный Габлак, все его флеймят. Да ладно, что ты так его жалеешь? Ну, братишка. Ну, так нормально, за него надо болеть и переживать. Так, болею, переживаю. Всё, это самое главное. С 7 лет просто. Это самое главное. 10 команд на европейской квалификации. Давай, я называю очереди, ты говоришь да или нет. Стоп. Ну, подожди, я называю команды, ты говоришь да или нет. Давай. Meet your makers. Ну, да, наверное. Ну, то есть я имею в виду, попадут в топ-4. А, топ-4? В топ-4 квалификации именно попадут. Нет. Не попадут? Ну, давай я тебе, может, своё тогда назову. Хорошо, ну, вот тебе турнир таблицы на экранах. А, давай, называй команды, которые выйдут в топ-4 квалификации. Так, сейчас. Ну, я думаю, что PR выйдут. Ну, Power Rangers, мы тоже верим в белорусам. Мышиный спорт. Ну, мыши спорт, да, мыши спорт сильны. Рокскист. И четвёртая. Тут сложно. Virtus.pro. 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 Не, я серьёзно сегодня буду болеть. Ты посмотри, что пикает Габлак. Что пикает? Оленя. Вообще-то, Авергейминг пикает. Не, то, что пикает Авергейминг, это интересно. Они, короче, пикают зелёные, а эти просто, как повезёт. Не, ну, подожди. У Габлака уже чудо-связочка Shadow Demon или Шрак. Shadow Demon или Шрак Миран. И, по-моему, можно уже заканчивать эту игру. Можно ещё пивко потом. Ну, пивко это будет в миде, я так понимаю, для соло, да? Ну, вопрос, будет ли соло играть на миде. Потому что он, ну, неоднократно заявлял, что ему не очень нравится там играть. А зачем они забанили Тинкера? Ну, он сильный герой. А куда там Тинкер? Там пятым пиком Тинкер вообще не вписывается. Ну, Брюмастер мог пойти в лёгкую, триплап сложную. Тинкер в мид? Да, Тинкер. Вариант. Кстати, в плане маленького такого спойлера скажу, что Брюмастер также был пикнут первым пиком в матче Релакс против Virtus.pro, который прямо сейчас идёт на четвёртом стриме. Первым пиком? Да, Virtus.pro, Релакс, смотри. Видите? Там очень интересно. На втором стриме играет нас, по-моему, Хэхэ Юнайтед против Маус Спортс. На этом пугно! Ругно. Так опять зелёных? Всё, опять зелёных. Пять зелёных. По-моему... Нет, подожди, вайпер синий. Ну так, он... Нет, он зелёный. На скиллы, посмотри, ишь, они зелёные. Да, кстати, скиллы все зелёные. Он синий-зелёный, как такси в Киеве некоторые. Это мне недавно прислали Deo Lanas синий-зелёный. Я долго не мог понять, что это за цвет такой. А он оказался в натуре в полоску сильнее зелёную. Ну, это же Deo Lanas. Ну что, лас-пик, Глеб, чтоб ты пикнул. Чтоб я пикнул. Да, и как бы ты поставил линию Рокс? Так, так, так. Ну, тут непонятно. Вот поэтому Глеб и не пикает. Сидел бы с Изи Андрюшем, Мак, он бы сказал так. Ну, сори, я не капитан, как Андрюша. Я обычный раб в команде. Всё, всё, зато... Зато честно. Обычный раб. Не, ну, это такое, это мы понимаем. То есть, никто к тебе претензий никогда не ставил. Это да. Ну, вайпер против бремастера в миду, это... Точнее, бремастер против вайпера, это такая себе, на самом деле, затея. И сейчас действительно, я думаю, стоит взять какого-то мидера и поставить линии вот бремастера в лёгкую и триплу отправить сложную. Бремастер против Тайдхантера будет стоять более-менее. Под пивасом будет Тайдхантер всё время. И максимум, там, менчер с мэшами будет фармить крипов. Вот тут, на самом деле, слабо просто. Трипла у Авергейминг для драки вот против Патмы и Шадоу Демона для Широка. Они особо ничего не могут сделать. Ну, у них есть дерево. А зачем этот тайт вообще? В сложную, но пойдёт в сложную. Тайт для Хакона. То есть ты Ругна, а Ругна что? Ругна, а Кунатуре, если Вайпер в мид, то что Ругна... Много-много прокасты. Не, ну, кстати, так играли эти, как их... Не, ну, если они вот пойдут в Тайдхантера... Короче, всё, не знаю. Короче, команда Аверна начинает определять первую секунду вообще. А, ну, всё, 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 я понял это вообще. Но. Это Виппер, Рубицк и Тренд. Тайт сложно, а Ругна в мид или как-то они поменяют ещё. Мы видим, что Разора добирает Рокски с последним пиком. И очень мне интересно, что же это такое. Да, Седой сыграет на Разоре. Ага. То есть, скорее всего, это действительно Разор в лёгкую, Бримастер в мид и трипла в сложную. И вот теперь вопрос, убегать ли от этой триплы Авером, идти ли самим в сложную или нет? А Сёма the Slayer какую линию ходит? Сёма the Slayer? Сёма the Slayer иногда ходит... Он керирует. Иногда керирует, иногда в мид ходит. Он в мид на разных кошаках тоже ходил довольно часто. Так это шокошак, это скелет. Но это было в хэдах, это было не в Авер. В Авер, когда он перешёл, он вроде... Извините, Ваня, я не такой специалист по Авер, как ты. Я вообще главный, главный знаток. Вот Ваня вам показывает, Ваню намекает, что коэффициент на Авер 3.58, и, наверное, пора. Пора. Пора делать ставки, господа, 3.58, и вы видите, что есть Пугна. Ну, какой план, Авер? План, наверное, простой. Мы идём, забираем Тавара, желательно там на линии, где Пугна, мы забираем 2 Тавра, она собирает быструю Мекку, мы идём и побеждаем в Доту, правильно? Ну, если что, на шестом левеле Пугна может начать делать хорошие вещи. Ну, да. У врага. У врага или врагу. На самом деле, вот всё, мы бежим, как пойдёт. Ну, смотри, трипла такие... Да, трипла пойдёт в лёгкую, с Пугной. Сёма на Пугне будет, потому что запуленный вайпер на ботинок, два танка, вряд ли он пойдёт в лёгкую линию фармить. Ну, и, скорее всего, он стричится против триплы. Подожди, если вайпера запулили на ботинок, значит, не боятся, что он попадёт против Разора. То есть, если вы запулены на Тангусе, он купил ботинок, значит, он боится Разора или что? Нет, значит, он пойдёт в мид. Так Разор его переконтрил, он тоже с лапогом. Ну, да, Разор переконтрил, ну, то есть, и что у нас получается? Ну, что получается, Соло пойдёт в лёгкую на бремастере, а Разор пойдёт в мид? Или просто Разор будет искать вайпера? Нет, это, по-моему, трипла с Разорителем. Трипла, а БЗЗ... Нет, БЗЗ в мид не пойдёт, БЗЗ вообще в мид играть не умеет. Нет, почему БЗЗ... Или Разоритель вверх пойдёт, я вообще не знаю. Сложно. Ну, да, действительно, попробуй угадай, кто куда пойдёт. Ну, вот, учитывая... Ну, можно по закупке посмотреть. Пак Соло, ну, Соло, скорее всего, идёт в мид. А, нет, это Змея в миде. Ну, короче, тут что-то проблемы у команды Ашари. В общем, на самом деле, Седой на Разоре против Тайтхантера это интересная задумка, потому что Тайтхантер Энчер Смешем убивает, точнее, убирает дэмэдж у Разора, а он в это время просто высасывает и добирает себе обратно этот дэмэдж. Ну, да, и получается, что у Тайтхантера в любом случае 0 дэмэдж, а у Седова какой-то дэмэдж добудет. Да. Тайтхантер мог пострадать. Нет, а, слушай, подожди, а такой вопрос. Анчер Смеш снимает 60% дэмэджа... Своего, своего, своего. Своего? Начального. То есть тот, который он насасывает, он не сбивает? Нет, не сбивает. Если бы этот дэмэдж шёл от Агилы, он бы сбивал, а так нет. А, ну я понял тебя, всё, хорошо, спасибо, что рассказали. Ну что, ребят, начинаем ЭКВН. Напомню, StarLadder 1, StarLadder 2, StarLadder 3, StarLadder 4. Все четыре канала прямо сейчас онлайн. На первом комментируем мы с Факером, чуть позже присоединится адекват с нами Фанник здесь также пока в студии. На третьем стриме комментирует Гатхант, а в четвертом стриме комментирует Версута. Европейские квалификации 6 миллионов, как видите в правом нижнем углу, 554 тысячи и 723 доллара. Призовой фонд, и это только начало. Ну тут внизу для пугнейшей печально. Всё, 500 хп, 2 скилла и до свидания. Да, ну и действительно непонятно, почему они не рискнули пойти в Треплу. Ну промакшивать будет пугна, скорее всего, вард. Ну, должна промакшивать вард. Я думаю, на пятом левеле у него будет там по второму. Ну а в вышке как забирать? Зачем берутся пугна, если не забираются в вышке? Если у него будет вард 3 на пятом левеле в 2 бласт, если на хотя бы раз погибет. Кстати, сейчас можно и прятать, но... Сейчас пугна пострадает. Пятали? Вот он, Эрро, залетает, ну или шаг слишком далеко. Ну, в любом случае, на пятом левеле с таким лайнапом не пойдут пушить авэйры, потому что они беспомощны. А вард прокачать и потом левели на седьмом, на восьмом уже пойти... Пытаться забирать... Кстати, Тайт 3 крипа забрал у Розора. Ну, Тайтхантер, ну давайте посмотрим, кстати, как они... Ну, тут вообще аня. Ну, Хакон, ты смотри, кто там с Хакона-то шутки шутил? 3-0, Хакон, Седой 5-1, ну, такое, и мы видим, что... Пососал, убежал. Ну, так все нормально. И у Тайда демиджа, в принципе, немного. У Тайда 30 демиджа. Ему не нужен демидж, на самом деле, чтобы крипов добивать? Ну, вообще, да. Он же их убивает анчер смешем, действительно. Ну, мы видим, что он качается, как ему привыкли в последнее время видеть. Анчер смеш, Кракеншелл. Интересно, будет ли он дальше... А сколько армора у Розора? Что-что? У Розора 2. Маловатенько. Неприятно. Да, вот мне интересно, будет ли он качать на 4-ом левле Гаш, или пойдет в 2 качать Кракеншелл? Ну, так как он без щитка, то, скорее всего, прокачает он еще раз Кракеншелл. Хотя... Хотя, не знаю. Этот Гаш, он беспонтовый пока. Ну, да, он стоит в сложной линии, зачем ему Гаш, в принципе? Если ему на 6-ом левле придется ТП-6 вниз, что, кстати, было бы круто, если Тайдхантер быстро возьмет 6-ой, спрячется в лес, про ТП-6 сюда, а потом зайдет сюда, сделает тарам такой, и все погибли. Это действительно план, и так, наверное, должно быть. Просто, если он сделает ТП, у него, возможно, не хватит маны на ульту потом. Надо синие тапочки подфармить. Да, да, да. Для начала, думаю. Не, ну он должен же покупать Аркантапки, правильно? Конечно, конечно. До ТАПков ему вообще бессмысленно уходить с ТОПа, и вот туда не ходит гангать, и ему помощь там тоже не нужна, поэтому ему ни Гаш не нужен, ни куда-то выходить с линии. Но мы видим, что у Тайда 5-0 пока Крепстат, 14-2 в миде у Вайпера, 13-0 у Соло. Соло линию, в принципе, не проигрывает, Вайпер постоянно под пивком, пивко у нас левель 1 пока, в 2 клэп, ну и постоянно он забрасывает. Вайпер просто бухает. Ну да, у Вайпер просто бухает. Все лицо в пивасе, ему сложно стоять. Стоит только отрыгивается чем-то зеленым. А, так слышь, мы еще и руну внизу такую приятную оставили. Да, тут для Соло, конечно, все хорошо, но сейчас он со второй минуты возьмет руну, и если еще на четвертой законтролят опять-таки ему руну, то будет все очень отлично. Абсолютно безидейные трипла, я по-прежнему считаю, что у АВР, ну вот ничего не делают, 1-3 и Сёма, ну круто. Ну Рубицк вообще бесполезный. Ну дерево вообще куда-то ушло. Рубик что? Рубик только что понял, что ему заблочили спаун. И, ну, судьба. И вот смотри, вот, пожалуйста. Тимфарм это называется. Как-как-как? Тимфарм. Тимфарм? Да. На третьей минуте легкая линия мейнкэрри идет фармить лес. Идет? Стартно. Идет Тимфарм делать. Идет Тимфарм делать. Ну, это Эля Тимфарм, я бы назвал. Ну вот когда ваши саппорты так делают, у них, кстати, бывает такая тема. У нас, кстати, Тимфарм таки часто происходит. Ну, особенно когда тебе сложно и тяжело, ты уходишь в лес, и тебе присоединяются два саппорта, и такие... Тимфарм! Давай мы тебе поможем. Сейчас будет Тимфарм и так далее. Но эти же два саппорта сейчас сидят в английской из комментаторской студии. Говорят, ну, в принципе, наш оффлейнер иногда лажает, и мы вынуждены так делать. Седой, проблемы у него огромные, дерево на него выходит, семечка есть, проблемы у Седого. Дальше ты паун. Не, тут, сори. А я думаю, что стоило подраться. Ну, кстати, мог общий на первый тап, тап, что ца. Ну, кстати, да, действительно, ему надо было тапиться на первый тавер. Тут он немножко поспешил, сейчас много времени потеряет. Не, ну, волнение, там, TI и все дела. Для Седого... Подожди, Седой в прошлом году участвовал в отборах? Да, ну... А, нет, стоп, он не участвовал, он участвовал в позапрошлых отборах в команде The Nation. А, да, The Nation, да. С Дубасом. Ой-ой-ой, смотри, Сема, Габлак, Йол и до свидания, Сема. Вот такой вот форсблат и делает его Артур Габлак Костенко. А, нет, все-таки, Йол делает Йол. Владимир Боасов. Не зря, собственно, у меня сет на Тайда от Йола. Который ты и прилюдно на стриме. Я, ну, я сказал, что это за фигня, потому что я не знал, что это за фигня. А потом, когда я увидел, что это сет на Йола, я сказал, нет, все. Нет, это хороший сет, да, согласен. Ну, ты, у тебя и он есть? Нет. Когда твой сет на Боунтихантера выйдет, ты надоел? Почему, почему его никто не лайкает вообще? Давай, у тебя есть возможность пореклазироваться? Мне Вольво сказали, что будет скоро. А, то он, вот, вот, смотри. И инсайд пошел, это хорошо. Все. Там очень крутой сет, мне там нравится анимация этой. Как его? Да, сет очень крутой. Тоса. Сеточек очень действительно забавный. Так что ждите. Скоро во всех магазинах страны. Сет на Боунтихантера от Навифаника. Классная реклама только что была. Офигенно. Отправьте бесплатный смс на номер 565. И получите сет почти бесплатно. И получите минус 20 гривен. Минус 20 гривен тоже, да. Ну, зато взамен придет какая-то картинка. Это да. Так, ну у нас по-прежнему внизу все пытается хоть что-то сделать. На самом деле я бы понял, если бы у них, допустим, мид и оффлейн выигрывались бы, то еще можно было понять, что там, ну, на будущее, пугна, вард, все дела, но у них и другие линии-то не выигрываются. И что-то... Я случайно потушил только что монитор и пришлось ориентироваться по превьюшке. Дерево это вообще печально. На шестой минуте он второй уровень. У него сапог хоть есть? У кого? У дерева. Да, у дерева как раз есть сапог. Мы сняли здесь у нас шедоу-демона, но в принципе шедоу-демона больше не сделают. С Кларити так и остался. Кстати, да, действительно. Так и не сбили Кларити Пошен. Но мы видим, что у БЗЗ 31 на 11, в то время как у Семы 10-3. Из этих 10 крипов на линии он, по-моему, убил 4. Все остальное он убивает в лесу. Рубик еще и пушит линию. Ну, красавцы. Есть базилка, можно пушить. Давай посмотрим, что на других линиях происходит. Да, тут согласен. Поинтереснее 35-5. Вайпер с батлом. Неплохо, кстати. У Соло 42-5. Еще лучше. У Соло идут дела. У Соло есть хаста. Соло контролит все руны. За что ему. Респект и уважуха. На топе седой 35-6. Хакон 19-0. Мне не нравится ПТ на Грозоре вообще. А ты в Фейзы? Я всегда. Снизу у нас там экшен. Причит серьезный экшен. О, подняли. Проблема Патмы. Там уже слышу, кто-то прилетел. Да, это был товарищ Тейтхантер. Ой, Соло, Соло, Соло. Ой, не, пацаны, сори. Я не сюда. Мне не на этой остановке выходить. Я тут пробегаю. Да. Ну что, мы можем констатировать тот факт, что, наверное, три линии абсолютно без вариантов проиграны. Сейчас на топе Разор заберет вышку просто, если ему не будет никто мешать. И мешать ему никто не может. А снизу будет пытаться забрать Авертаун. Тимпуш. Тимпуш. Да, но они вместе уже собрались от безысходности скорее в пятером. И просто решили хоть что-то сделать. Нет вообще никаких айтемов у Вайпера. То есть у него есть рецепт на Мекку. Самой Мекки. Соло. 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 Клэп. Ультимейт. Начинается экшен. Соло должен застанет хотя бы одного. Поставили здесь варде. Цепляет он стресс. Поднимает у трап Вайпера. Залетает сюда лишь рак. Ну и никого они здесь не убьют. Кстати, они вардом что-то долго этот. И лет. Что вообще происходит? Ну, Соло пытался быстро вард запилить. Не получилось у него это сделать. По-моему, Соло сейчас может проблемой. Да, Соло сейчас погибнет. Соло получает ультимейт. И огромные траблы у него. Команда его тупо бросила. Вот Север. Соло только сюда пришел. Под мы вообще не видно. Соло остается 1 в 5. Пытается жить Соло. Тайк-хатер ультует от Соло минус. Седова поймали. Седовой, кстати, дэмэджи нереальное количество здесь насосал. Разор умирает. Пугна умирает. Трипл килл. Трипл килл от Седова. Хакон сказал только в пятерых ультую. Там была возможность ультануть сразу в Соло. И быстренько его убить и не продолжать драк. Но он решил этого не делать. И ультанул по Разору. Это заявочка на Мекку. Слушай, вы заметили изменения? Наконец-то Валвы догадались писать не ник каждого, кто получил приз. А просто 4 зрителя получили приз. Так неинтересно. Где интересные ники? Да-да-да. Анализ зонтка Артмана. Там призы. Еще кто-то и так далее. То, что надо. Ну что, ребят. 5-1. В принципе, все к этому шло. Я думаю, в любом случае, все равно должен быть недоволен сейчас Леша. Потому что команда его, по сути... Леша, видимо, просто не... Не поддержала. Да, не поддержала. Леша, видимо, просто не знал, что ульта не быстро разбивает в артусе. То есть, в принципе, герой сам по себе вард убивает за 3-4, по-моему, удара. За 3 удара на первом левеле. Да-да-да. Так, а их все равно 3 они. Так-то за 4. А эти как крипы, походу, просто были. Ну да. И били очень долго, поэтому... То есть, он там ударов 6-7 нес и убил. Ну, 12, по-моему, ударов надо. Нажми на Пугну и давай посмотрим, сколько надо ударов, чтобы убить вард. Незервард. От мобов. Пугна плейсит Незервард. Ух ты, какой ты модный. Незервард. Ну, давай туда не идти. Незервард can be decreepified. Незервард 3 кп. Герои can attack it for 1 damage. Нон-херо 0.25. То есть, не героям надо сделать 12 тысяч. Вот так вот. И поэтому оплаш... Слушай, а я не знал, что можно альт нажать и будет подсказка. Лол. А это на всех спалах? Да. Слушай, прикольно. Прикольно. Ты знал это, Ваня? Да ну не ври, ты не знал этого. Познай игру с вилатом просто. Не, ну а зачем? Ну тут описание есть. А что тут подальтом пишут? Типа какие-то особенности, да? Ну да. Я понял. Ну я все особенности и так знаю, мне подсказки. Ну конечно, 7 лет. 7 лет, да. 7 лет на кэри БЗЗ, а я 7 лет доту комментирую. Кстати, на туре 7 лет доту комментирую. БЗЗ уже 8 лет на кэри. Ну а я доту только 7 лет комментирую, поэтому у меня знания, скажем так, не на самом высшем уровне. Первый тавер забирает RockSkiss, забирает его PatMao. Под мы есть базилка, есть брасер, есть ФСЗ, скоро появятся здесь барабаны. Разор с Меккой, Соло с Даггером, суппорты шестые ЛВЛА скоро будут оба. По деньгам преимущество 7000, по XP4. Первый матч квалификации нам еще раз говорит о том, что команда АВР абсолютно заслужена была что? Приглашена, конечно, на... Я удивлен, почему дали Ньюби прямой инвайт, а не команде АВР на самом деле, но... Я тоже не понимаю, почему Нави дали... Слышишь, директору не давать прямой инвайт? Ну согласен. А, Лолику и Хакону. Ну, сори, Лолик. Тут не котируется с директором больше. Да, директор, если что, был в топ-2 Интернешнл один раз, в топ-3, извините. А Лолик в топ-2 мира просто. Да. Действительно, Ксио Вейт, какой бы звездой он ни был, он всего один раз был в топ-3 Интернешнл. Прикинь. Как Фаник. Фаник тоже был один раз в топ-3 Интернешнл. А Бернин сколько раз был? А Бернин сколько раз был в топ-3 Интернешнл? Правильно, ноль. Суэйт. А второй? Что? Четвёртое место ДК. Четвёртое место. А, четвёртое место. Он ни разу в топ-3 не был, прикинь. Даже Муша был в топ-3. Даже Сайсайз был в топ-3. Не, ну слышит, даже Муша, Муша как бы король мира. Муша и царь. Там мне понравилось, у Муши по возрастающей идёт с первого Интернешнла. У него растут, растут результаты, так что, может быть, дойдёт. А он на первом, по-моему, не выступал. Не, на первом, ну, со второго. Но со второго восьмое место, третье. Третье сейчас будет первое. Там те, которые выступали на первом Интернешнле, на первом, втором Третье, таких игроков очень мало, то есть, ну, не очень мал, но их мало. Ну, вообще, да. Я сегодня твитил одну табличку, типа, все восточные игроки, которые были на всех Интернешнлах. Там довольно чёткая такая весёлая статистика. По-моему, IG победители этой статистики. Да, ну, IG два года одним составом, но, опять-таки, большинство из них, там, вот, например, ты знал, что Фэйт на первом Интернешнле играл за команду Тайлу, которая заняла в 12-м. Я их комментировал, но я не помню. Я вообще не знаю, какие там составы у китайцев были. Вот там на топе. На первом. Смотри, кто-то не шпилил. Ой-ой-ой. Сейчас можно убить. Можно курица-курица-курица-курица-бзз. Ой-ой-ой, какой лип. Подмайн-виз. Тут уже Соло. Соло должен блинкаться в толпу, Соло блинкается, Клэп по-двоим, ультует. Здесь стоит вард, на вард забили, убили лолика. Дальше погоня за Хаконом. Тут же Шедоу Демон прокинает Хакона, ну и до свидания, Хакон. 7-1. Интересную траекторию выбрал у нас товарищ Хакон, занесло его вправо. Немножко. Хотел развести на Тепауте. Ой-ой-ой, а Соло-то ещё одного поймал, ну и тут Роджер где-то... Ой-ой-ой. Все в рассыпную, Рокскиз просто убегают с ТП там, я не знаю. Все, ну не, ну согласись, тут красавчик рубится. Не, Рубик хорош. Кто это, кто это? Роджер. Роджер, ё-моё, Роджер. Так, ну что, дерево четвёртого левела, в то время как здесь ребятки девятые, восьмые, десятые разор. А шо там по статистике? Ну, Пугны есть вард. Ой-ой-ой. Пугна всё-таки не максит вард, Ваня, ты был неправ, ты не знаешь, кому это. А максила бы и было бы всё на самом деле в замесе получше. Левела не особо, чтобы что-то максить в этой жизни. Ну да, как бы шестой левел у Пугны, опять-таки, это мейнкерри и четырнадцатая минута игры. Она всё равно этот бласт даёт один раз за замес, поставила бы лучше вард третьего левела и много маны забирала с хп. Да, у разора. Так всё равно коэффициент полезности у Сёмы такой себе. Да, ребят, игра не самая интересная, параллельно на четвёртом стриме Релакс 5-2 выигрывает у Виртуз Про. Я подумал, уже выиграли, ты так. Ну там угода Килинг Спри. Серёжа, да, Серёжа на инвокере. Серёжа пошёл по стопам всех игроков, я уже говорю здесь второй день, что все игроки бывшей LGD Int понемножечку... Brax 1437 вышли из Америки на Интернешнл, Black вышел из Китая на Интернешнл, PyCut и Misery выйдут от Европы и остался Серёга. Серёге надо бороться. Так, не факт ещё. На самом деле, X-Feed. Вдруг какие-то пиар-то. X-Feed'ом, да, X-Feed'ом. Пропустил это. Но он не играл. Как это не играл? Он после третьего Интернешнла он всё время играл. Не-не, я имею в виду на отборах он играл? Конечно. А, слушай, а X-Feed'ом, случайно он не является ли членом команды Титан? Он не являлся членом команды ЦИС. А, да-да-да, это и Ямотех, участник команды Титан. Извините. Кстати, Ямотех самый неудачный участник Интернешнла, человек поучаствовал на трех Интернешнлах и ни разу не был в призах. Нет, самый неудачный это Синдрен, три раза, три, то, шестнадцать. И он был в призах? Воранж во втором. Да, воранжжах они были в топ-8 заняли на втором Интернешнле, да, 25 тысяч долларов тогда выиграли. 25 тысяч долларов, если что, это топ-4 сталатно. А сейчас даже таких цифр нет. Топ-4 сталатно, что я говорю. Да, тут ты прав. Самый неудачный это Синдрен и Блэк, которые два раза было, и два раза топ-16. Ну вот у него есть шансы и в этом году. И Артур, конечно. Топ-17-20. Артурки плотно не везут. Артур, ну Артур хотя бы один раз был топ-12 вместе с тобой. Смотри, на Габлака напали всей команды, Инвиз, и Габлак погибает. Разурвал. Контрольный, да? Тим-тим ганг такой. А Табуэр? Артурки плотно не везут. Похилились от Лишачка. Ну нормально, нормально. И, кстати, дерево-то взял уже, наверное, пятый уровень даже. Но, слава богу, это не Китай. Вот сейчас бы убили этого Габлака, и вот этот БЗЗ, который вот тут стоит, формит крипов, вот здесь, он бы уже пошел вот сюда. Бегать, формить тут. Было бы страшно. Но он сейчас это делает. Он дал Инвиз, и сейчас туда побежит. Не, он дал Инвиз, когда напали на Габлака. Этому БЗЗ воп... Да. Не, 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 он дал Инвиз для того, чтобы сейчас убежать, я уверен в этом. Этому БЗЗ вообще все равно. Соло какой-то ассистер, 0-1-6. Ну, Соло всегда врывается, вносит много пользы, а убивает вот Седой. 5-0. Неплохо, кстати, для Седо. Изи квала для Седо. Вроде смотришь на фраги, и не все так печально. Смотришь в другое место, и понимаешь, что все печально все-таки. Ну да, действительно, когда смотришь на преимущество по деньгам... Да, на Нетворсы... Не, на Нетворсы посмотреть, просто там все предельно... Да, я включил Нетворсы, но вот так вот. Ну... Потому что Габлак на Решлаке наформил больше, чем в Соло Мидвайпинг. Лешачок. Вот его подконтрилили сейчас Габлака, он какое-то время не будет формить, и в целом Space Created для товарища Лолика. Думаю, тут надо побольше Space, чем в 1 кило в 40-ка. Space Created. Окей, окей, хорошо. Так, у Соло Аганим будет через 1300, через 1400, извините. У Габлака мы видим тоже с такими темпами будет Аганим какой-то. Не, он Блудстоун будет собирать. Ну, понятно, Блудстоун будет собирать. О, первая Тавруля. И... Молодцы, молодцы. Переловить, ловить, ловить, ловить. Ёл, пытается за Роджером побежать, никакого форстафа еще нету. А если бы Габлак собрал форстаф, ну... Ну вот, под барабанами, под барабанами. И вот он, Роджер. Стрела мимо. Седой включил ультимейт. Так, что он ничего не ворует? Вы еще что-то сворует. Ну, так и раз, он знал, что он погибнет все равно. Воруй, не воруй, там, такое. Сема вообще без комплексов, кстати, ставит Вард. Обычно Пугана пытается где-то в лесу спрятать его, чтобы его не нашли. И Сема просто перед Тауэром бахнул его. И все хорошо. Вот, видишь, Лео... Вард Максит. Во, во, смотри, он понял, он понял, что все нормально. Просто до этого у него... Не, ну просто декрепифай тут вообще бессмысленно. Максит. Не, декрепифай. А, это второй скилл? Ладно. Ну, специалист по Пугне... Ну, я на Пугне не играю, сори. У нас есть профессиональная Пугна в команде. Это кто? Александр? Сашка. А, Александр Хвост-Сосевич, да-да-да. Сашка-сасашка. Сашка-сасашка. Т2 Тавр забирает тем временем Рокскис. Мидия Авар пытается забрить Т1. Я думаю, Рокси отдадут. Ну, это нормально. И действительно, сплитпуш. Снизу Пугна, в мидии Трое. И вот есть уже телепорт сюда. БЗЗ прилетел. Тут Т2 Тавр забирает Рокс. Мне нравится, что... А, нет, ты смотри! Защита. И Хакон пошел. У Хакона, кстати, до Даггера осталось всего 100 голды. Так и у Транта 600 голды. Я так понимаю, он копит именно на Даггер. У него только ботинок 1700 голды. И ничего он больше не хочет покупать тебе. Ну, и он пятый уровень на 18-й минуте. Ничего страшного. Прыгнул, Лич Сид, все. До свидания. До свидания кто? Ну, до свидания кто? На кого Лич Сид кинули? Или Тренд. Тренд. До свидания Тренд. Мне тоже больше кажется. Потому что убивать Розор здесь будет тяжеловато. Есть Даггер у Хакона. Хакон. Кстати, Хакон. Восьмой левел. Кракеншелл на единичку. Слабак? Хороший. Ну, а что он с себя тут сбрасывать должен? Хочет гашить всех. Ну, гаш в два, это уже нормально. В один Тренд. Тренд. В четыре. В четыре. В четыре смеш. Есть ультимейт. Ну, почему бы и нет? Не, ну, лучше на самом деле максить шелл. С ним идешь, в иншентов фармишь всю игру и все. Больше тебе ничего не надо в этой жизни. Ну, да. Там, если у тебя даже 0.5 на линии, ты можешь просто на 13-й минуте даггер вынести за счет того, что у тебя настаканы и иншенты. Но это легче, конечно, делать, когда ты за дайр играешь. Штайдхантерам там удобнее отводить амштов, но в целом и у Родиан тоже возможно. Ну что, 8-2 у нас на 19-й минуте. Опять вылазку в чужой леску это придумали АВР. Ну, вообще Роксы не особо печалится. Они фармят две линии. Снизу БЗЗ уже практически с Маштромом. В Миде у нас Седой почти с Аганимом. 400 голды до Аганима. У Соло тоже до Аганима остается 600 копеек. Габлак собирает Бладстоун. Ну, еще, кстати, тут немного уже осталось. Да. Но тут лишь шаг он фармит жестко с этой молнией. Да, кстати, у него молния же еще вот это еще стопит. Это же такая крутая тема вообще. The Lightning searches in the 6-5. Да, на полсекундочки казалось бы все замедляет, но оно помогает. Но оно помогает очень. Когда команда особенно убегает. Ну, она кд-6, там, 7 или 6 секунд, по-моему. 4. Четыре. Четыре. Он пока летает, проходит две с половиной. Ну, да, можно еще одну кинуть. Ну, это как у Зевса нижняя. О, разорителя Аганима есть. И ты получаешь, да, Разор сейчас с Аганимом, и туда лежа каждые 4 секунды, и просто какая-то гроза. Да, если он еще промаксит Разор пассивочку, и чтобы там вообще все не ходили из-за ребят, из АВР, когда будут кастовать с полы этого. Тимфарм во вражеском лесу. Да не, ну, все правильно, но здесь, собственно, особо по игре обсуждать нечего, тут вопрос только в том, когда Рокс пойдут, заканчиваются. Тут вопрос времени. Вопрос времени, да. Действительно вопрос времени, то есть, когда соберет Разор себе Аганим, когда там Лешрак донесет себе там... Ну, даже если летает ультанет в пятерых, в бласт в пятерых, там, фейтбол в пятерых, этот Мекку нажмет, Разор и все. Да, все выхилится. Ну, то есть, тут действительно не хватает дэмджа, тут с руки нечем бить. Вайпер у нас... Ну, Вайпер что такое вообще? Ну, и нету скиллов, чтобы там панду, примеру, зафокусить сразу, кроме Крубика Стана. Кто купил Тренд, почему у него с 1000 голодых стало? Вардовно купил, нет? У него же 1700 был, ну, ну. Я подумал, сейчас будет дайгер, будет крутая инициация. Сначала реведж, потом овергроуз. Кстати, что он купил? Он ничего не купил. Он, по-моему, себе стики, да, он грейдмл стики, красавчик. Яркан тапочки. Ну и смотри, сейчас будет драка. Одна из важнейших драк. Так, вливается таймкатер, ультует, хорошо. Но тут же панда успела разруйтиться, БЗЗ умрет. БЗЗ, БЗЗ спрятал, Ёл, как четко, и БЗЗ может выжить. БЗЗ липау делает, дает у нас инвиз, Рубик погибает. Разора продубили, мегакилл сбили. Стрела залетела в Рашана. Стрела там такая была хорошая. Ну и Габлак может погибнуть? Да, Габлак сейчас. И смотри, Хакон до конца, минус Ёл. И Габлак здесь с Солом остается. Размен два в два. Соло могут быть у него траблы. Но здесь же Габлак высасывает ХП у Соло, застанет из стресса. Стрела залетает в стресс, он очень битый. И Соло без комплексов просто прыгает, добивает еще. Ну и Лолика сейчас тоже, скорее всего, разорвут. Лолик пытается жить, получает стан от Габлака. Габлак, и минус. Эх, Лолик. Раскайки не хватило. Просто вот на изичек. Но, минус мегакил, не дали забрать Рошана, хорошо ворвались, ну, неплохо. Но тут ошибка, скорее всего, у Рокскиз. Они знали, что есть все у ребят из Авер, но драться в узком проходе даже при огромном преимуществе не очень хорошо против Тайтхантера. Вот, кстати, Разоритель собрал этот аганим, он довольно-таки useless. Если бы он Пайп собрал, они вообще без шансов уносили бы их. Да. Просто демажа нет, физы никакой. Там Разора сразу тоже сбрили почти, он не успел фактически ничего особо сделать. Там врубил ульту, врубил Мекку и все равно рассыпался от того же Вайпера. Что ж, я вам напоминаю еще раз, что на нашем четвертом стриме идет шикарнейший матч. Virtus.pro против Relax, там все очень интересно, более 30 тысяч зрителей там, комментирует Версута. На нашем стриме под номером 3, XGameKZ играет против Power Rangers. Еще одна игра с НГшных команд, там со счетом 14-8 ведут пока Power Rangers. Ну и на нашем втором стриме идет игра двух европейских команд, там 13-11, Mouth Sports очень сильно мучаются в матче против Хе-Хе United. Хе-Хе, Юнайтед. Так а Virtus.pro? 9-8, 9-8 ведут в Virtus.pro, 10-8 уже, только что они сделали минус 3 в одной из драк. Там очень-очень интересная игра. Сережка Брагин заиграл? Ну, Винга, Гирокоптер, Коттл и, собственно, два любимых героя ДК, это Инвокер и Кентавр, это пик команды Virtus.pro. Какие-то старые чертежи показывают нам Virtus.pro. Ну, зато у Релакс Вич-Доктор есть. Ну, Релакс в своем стиле. Релакс, you're doing fine, да. Да, Вич-Доктор я тебе вот сюда поставлю, чтобы мы доследили по чуть-чуть, и за одной, и за второй игрой. Может, вам даже что-то полезное будем рассказывать с параллельного матча. У нас, как всегда, во время первых двух дней квалификации каждого региона, вы знаете, что идет 4 параллельных матча, всего 28 игр сегодня будет сыграно. Ну, понятное дело, мы все их покажем, завтра будет сыграно еще, если я не ошибаюсь, 17 матчей. Так, Тайд сейчас может инициировать. А там ульт, да, там есть ульт, и, кстати, очень хорошо стоят Роксы, Кроспетайда. Так, где Йол? Йол спрятан, Йол очень хорошо спрятан, но немножко далековато, потому что не успеет засейвить. Если бы Тайд сейчас ворвался, тут бы была печаль. Да, было бы круто, но почему-то он этого не сделал, а Рубик что-то украл. Ну, вот разбили вард, и теперь что делать? Ворвались на все, Тайд, Тайд ультанул в двоих, седой по-прежнему живой, Тайд, как его расстреливают здесь просто нереально, ультимейт раззора. Лолик пытается что-то сделать, Лолик тоже умирает, Тайд сделал байбэк, влетает в драку, тут же получает демеджер, а Соло тем временем на базе дрался, убил вугу, вот минус 2, минус 2 раза хакон, стресса Погиб раззор, минус 6 в исполнении рок-скиз, на самом деле двойной клэп это чит, то есть Соло сначала дал клэп, у него через секунду закончилась льта, он еще один клэп дал, то есть это на самом деле очень прикольная тема, ну чит не чит, но все, ну да, аганин добавляли, но не убрали с гирокоптера, что убрали с гирокоптера, там хорошая, там и яша доминатор, мы тут уже обсуждаем немножечко матч, параллельный там, там действительно поинтереснее идет борьба, чем у нас здесь, нет, тут все очень круто, а ты уже трескогу бабла, мажор, фаник поражается тому, как умеет фармить и леда, и Леша Певцаев, на самом деле очень странно синициировал хакон после того, как разбили вард у Семы и да, вот как сказал габлак может изи законтрить всех, вот они завязать все скилы, а габлак, блудстоун и всех похилят, тринадцать зарядов блудстоун, сейчас еще купит себе трекбала и вернется сразу в драку, все будут просто фуловые, до свидания. Круто. О, шадоу тейкос. Так, так, с двух сторон обходят, нашли тайда без ульта, ну и... Семы хотят. Да, Семы убьют быстро, а они отсюда не поуходят, наверное, не? Ну, габлак точно не уйдет. Габлак, по-моему, уже... Габлак решил подраться, короче. Габлак готов хилить крипов. Ну вот БЗЗ, все, и толпой его бьют, и тут БЗЗ немножко обнаглел. А куда он липался? Ну, у него Эггис. Он в Тайтхантер. А сейчас он, кстати, не уйдет, скорее всего, после... Или уйдет. Он просто бежит. Тайтхантер здесь же, ну и минус БЗЗ. Стрелу еще бахни, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там молния прокатило. Таас. Ну, мегакилл-то потерял здесь БЗЗ, отдал лишних денег вайперу. Ну, вот так вот, если они хотят выиграть квалификации, вот так вот играть нельзя, ни в коем случае. Ну, даже с таким фидом тут все равно сложно, что сделать. Не, я понимаю, что с таким фидом все равно сложно, но как бы... Ну, а зачем так фидить? Ну, пацаны решили пофайтиться. Вдвоем. Да. Ну, и размен-то два в два оказался. Два в один. Два в один, да. Два в один. Ну, а Эггис и мегакилл. Ну, Сёма Заслеер и Хакон. А что у Ругны покажи? Что у кого? У Ругны. У Ругны... У Ругны есть вторая Некра, кстати, прошу заметить. У Соло нету Некрова, а у Ругны есть. Все нормально. Теперь Сёма больше, чем Соло, да? Есть Некро, нет Некро. Ну, тогда что же вы думали? Все нормально. Все не так просто. Не, ну, у Соло очень много аэтомов, на самом деле, для 20... Ну, да, 12-тысячный Творца у него, 13-тысяч. Седой, кстати, слабак, он не начал собирать себе рефрешер, начал собирать какую-то ересь. Тут Соло ворвался на хайграунд, никто его пока не суппортит. Вот он Йол, проклинает он дерево. Роджер, Роджер делает тп-аут просто от Соло. И ультимейт Соло ушел в никуда, абсолютно. Тайдхантер ловит у нас Йола. Йола тоже поднимает ветра, Йол прячет сам себя. А кто его выхилеет? Никто его здесь не выхилеет, скорее всего. Дерево погибает. А, мисс от Вайпера. Смотри, Йол по-прежнему жив. Йол, Йол уже убежал отсюда. Красавчик, там за ним погоня. Йол на развороте убивает Тайда. Минус 3 уже. Ловят также у нас Роджер. Тут Роджер, кстати, если убьет сейчас Некрача, будет русло. Тут Некрача никому нельзя убивать. Ой-ой-ой, Седой. Он такой этот Седой, серьезно. Седой все рассчитал. Ну и Лолика, здесь мы идем под фонтан. Загнали Роксы. И это Фулл Тим. Бла-бла-бла-бла. Я не помню, как он там говорит полностью. Фулл Тим, Файв Мэн, или как-то фулл... Короче. Фулл Тим, Файв Мэн, или как-то фулл... Фулл Тим, Файв Мэн, или как-то фулл... А кто? Гейт. А, точно. Гейт, ты что? Отец Сайбрахмета. ГГВП. Да. Сейчас закончится игра. Мы с вами посмотрим статистику матча обязательно. И... Как профессиональный коментолог, что вы можете сказать? Сейчас посмотрим статистику матча обязательно. Ну давай, давай. Профессионально от... Откоментуемо. Откоментуемо. Да. Откоментуемо профессийно произошедшее. Ну... Ну... Ваня, давай мы начнем с тебя. Ты очень хотел... Вообще комментировать здесь должен был адекват, но мы на первый матч разрешили... Мы за деньги взяли факера. Да, да. Это было тяжело, но я согласился все-таки. Не, на самом деле, что можно сказать? Ожидаемая победа от RockSkiss. Причем очень уверенная. Несмотря на то, что мне казалось... Лайнап... Брюмастер против Вайпер должен салатчи выиграть Вайпер. Но он все время находился под пивасом. И... Не смог он ничего показать Лёше. Что касается триплы... Ну, это... Я с первой минуты, как и вы сказали, что это безидейная трипла. Вообще непонятно, куда Пугна сюда заходила. Зачем она нужна была. То есть... В любом случае, Авер могли прочитать RockSkiss, понять, что трипла их пойдет в сложную. И отправить туда Тайтхантера. Сами пойти на топ. Нет, нет. Это я перепутал. И чтобы Пугна хоть что-то смогла выформить, хоть что-то сделать. Потому что Сёма... Вот у него трипять, у него вторые некра. Он вызвал некров, по-моему, один раз за игру. Вот в конце. Да, когда на него... Нет, там два раза. Еще один раз, когда на него в миге когда-то два тавера забирали. Когда на него прыгнул соло, он такой, вызывая некров. Некра, я призываю тебя. Да, Некра, я призываю вас. Для Пугны там все печально. То есть идет Разорс там с молниями своими. То есть если БКБ соберешь, все равно будешь помирать. Но Разор, кстати, хороший пик. Мне очень понравился. Как контрат Тайтхантеру он действительно хорош. То есть не очень много героев могут стоять очень спокойно против Тайтхантера один на один. То есть Тайтхантер такой оффлейнер, что Энчер Смэш его очень сильно мешает фармить. Вот такая статистика у нас пошла. Даже рейнджовым героям. А тут Прозору было абсолютно плевать. У него вот он там высасывал дэмэдж и у него было там что-то 49 минус 1. Вместо там 49 минус 25. Ну мы видим, что 7 слетей у Кокона, у Сёвы 5, у Лолика 5, у Роджера 5, стресса 4. И вот это начинается уже АВР, АВР, АВР. Все в АВР. Вот топ-1 по дэмэджу. Ну Габлак. Как вам? Лишрак. 11-300 дэмэджа. Больше чем Соло, больше чем БСЗ. И Анкнон Пугна. Ну и Анкнон Пугна просто. Известная Пугна. Ну за счет варла я думаю исключительно там этот дэмэдж. Ну вообще игра была проиграна с первой минуты. То есть когда они уже поставили этого Тайда против Прозора, можно было ливать из игры. Ну да, абсолютно в принципе безвариантная игра команды АВР. Параллельно также уже закончился еще один матч. Power Rangers выиграли UX Game, KZ. Скандал 12-1-12 на Брюмастере и Moon 11-2-10 на Гирокоптере. Хорошая игра. Хорошая игра, да и в принципе абсолютно без шансов. Вот вы кстати обязательно подписывайтесь на… Вот здесь вот написано. Где? Вот тут вот. Вот тут вот. Фанекдоты на Twitter обязательно написано. А, да, это согласен. Обязательно. Можете там читать разные интересные картинки. Он песиков постит иногда. Андрюш. Андрюшу. Каких? Всяких. Магусов всяких. Блин, вот жаль. Маг, кстати вчера… А нет, он сегодня не может. Если он придет на плей-офф вроде он планировал. Он на плей-офф придет, да-да-да. Посадили бы. Есть два вида Андрюша. Одна летающая и одна просто чародей. А летающая это кто? А это ты имеешь в виду Андрюша на Бэтрайдере и Андрюша на Дарксире или что? Always Wanna что? А, Always Wanna Fly. Я понял. Вот про кого-то ты Андрюшу говоришь. Ну он у нас тоже здесь вчера был. Ну это Тим Андрюша. Тим Андрюша, да. Он у нас тоже вчера здесь вчера был, заходил в гости и так далее. Ребят, вторым матчем на нашем первом стриме будет игра Маус Спортс против Релакс. На втором стриме сыграет Мономаньякс против Митйомейкерс. На третьем будет игра Ауэр против Иксгейм Кейзет. Ну и на четвертом… Начнется только через 25, получается, минут. Даже больше, чем… Ну, собственно, в 13-20 C. То есть в 14-20 по Киеву, в 15-20 по Москве. Мы посмотрим игру Релакс против Маус Спортс. Ну а пока, пока у нас здесь на нашем стриме и на стриме третьем матчи позаканчивались. Вызвать, как всегда, наш мультитвич, чтобы все четыре стрима одновременно смотреть. Ну и продолжаем наблюдать за матчем на втором стриме, там где Маус против ХХ, и на четвертом, где идет жестокое рубилище между командами Релакс и Virtus.pro. Еще там 16-11 пока ведут Virtus.pro, но… Эти умеют. Эти умеют, эти умеют, да. Ну, Virtus.pro – дело получше. Я же здесь сижу в майке Virtus.pro аж до матча Virtus.pro Monomaniacs. То есть это третий матч подряд. И потом, если Virtus.pro проигрывают, ты такой снимаешь его на камеру, ты такой… Да? Или нет? Да. Я просто болею за Virtus.pro. Я на полной серии болею, наверное, за Virtus.pro. Завтра вот первый матч RockSkiss-Virtus.pro… На первом стриме это просто… Да, я не знаю, в чем… У меня есть футболка Virtus.pro и футболка RockSkiss. Я не знаю, как мне быть вообще. Это в зависимости от победителя. Можешь как-то пополовине одеть. А, подожди. У меня есть футболка RockSkiss и есть Python… Ой, футболка Virtus.pro и Python RockSkiss. А, так все. Читер. И вообще, типа, непристрастный комментатор такой. Вообще непристрастный комментатор. Просто… Все как положено. Ладно, ребят, у нас рекламно-музыкальная пауза. И продолжаем буквально очень скоро. Напомню еще раз. Следующий матч на этом стриме – это Relax против Mouse Sports. Продолжаем смотреть за матчами. Скоро вернемся. Продолжаем. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.